напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали на какой срок предприятию давалось разрешение использовать знак качества а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео государственный знак качества ссср был введен в действие 20 апреля 1967 года право его использования выдавалось предприятием чья продукция прошла государственную аттестацию на два-три года чтобы продолжать использовать знак качества нужно было проходить повторную аттестацию как назывались такие советские бумажные громкоговорители в 1920-х годах выпускались электромагнитный громкоговоритель и рекорд с бумажным диффузором такие тарелки вешали на стену или ставили на столы в 1941 году все вещательные радиоприемники имевшиеся у граждан были сданы в отделение радиосвязи для нужд красной армии тогда люди снова достали из-за кромов свои старые бумажные тарелки и слушали новости с фронта кто такой рене хобуа указанный в титрах почти всех фильмов донелии георгий донелия и ризо габриадзе познакомились со строителем рене хобуа в конце 1960-х когда жили в гостинице в тбилиси и вместе писали сценарий фильма не горюй несколько дней подряд они рассказывали рене разные версии сценария чтобы узнать мнение простого зрителя пока рене не попросил чтобы его отпустили оказалось что он плохо знал русский язык но хвалил сценарий из вежливости в благодарность его фамилию поместили в титры но он никогда не снимался в фильмах что из этого является названием советского радиоприемника с 1967 года на киевском заводе радиоприбор выпускался радиоприемник меридиан предназначенный для приема радиостанций в диапазонах д в с в и к в по чувствительности он значительно превосходил аналогичные модели кроме того он был оснащен телескопической магнитной антеннами приемник полюбился радиолюбителям за то что хорошо ловил иностранные радиоволны что это за чемодан из советского прошлого это портативная детская коляска мотылек которая появилась в семидесятых годах компактный чемоданчик раскладывался в коляску на четырех колесах со столиком и вместительным ящиком для вещей стоила она достаточно дорого 40 рублей как в народе называли автобус лиас автобусы лиас были самыми любимыми автобусами для тех кто регулярно пользовался общественным транспортом во первых они были просторными и вместительными во вторых они были очень теплыми что немаловажно в суровых зимних условиях в третьих они обладали очень плавным ходом в особенности ли ас-67 за что пассажиры прозвали их луноходами что это за предмет советской эпохи папиросы москва волга начали выпускаться в честь окончания пятилетнего строительства крупнейшего канала папиросы пользовались популярностью в виду высокой крепости и относительной дешевизны в каком городе союза производили символ советского детства легендарную неваляшку история советской неваляшки началась в 1957 году именно в этом году в специальных цехах тамбовского порохового завода расположенного в городе котовск стали делать знаменитых неваляшек в 1958 году началось массовое производство игрушек 120 тысяч штук и уже в 1960-м она возросла до 1 миллиона штук еще помните сколько могло храниться советское пиво советские времена срок хранения бутылочного пива составлял всего семь суток некоторые сорта 14 суток но на деле оно редко задерживалось на прилавках более трех дней напиток моментально разбирали как назывался скоростной поезд курсирующий между ленинградом и москвой с 10 июня 1931 года между москвой и ленинградом начал курсировать скорый поезд красная стрела движение останавливалась лишь на время великой отечественной войны в составе красной стрелы впервые в истории советских железных дорог был запущен вагон св как называлась самая популярная в ссср стенка производства гдр у каждого или почти у каждого в советское время по одной из стен комнаты стояла стенка одной из самых востребованных мебельных композиций советского времени была стенка хельга производства гдр она собиралась на удивление легко и вмещала в себя невероятно много что это за приспособление времен ссср конечно же на фото электрический духовой шкаф именно в таком пекли невообразимо вкусные пышки и булки наши бабушки и мамы такая электродуховка мечта каждой советской хозяйки ничего необычного в ней не было вилка вставлялась в розетку даже без выключателя но вещь была поистине желанной какую технику минский механический завод производил под торговой маркой весна весна это малоформатные шкальные фотоаппараты для начинающих фотолюбителей производства минского механического завода имени вавилова фотоаппараты с размером кадра 24 на 32 миллиметра по своему уровню и техническим характеристикам близки к фотоаппаратам смена производились 1962 по 1966 год спортивная обувь какого бренда стала очень популярна в ссср после олимпиады 1980 года кроссовки adidas советскому союзу подарила легендарная олимпиада 80 как известно политбюро цк кпсс в 1972 году решая вопрос об экипировке советской олимпийской сборной остановила свой выбор именно на этой марке так легкой спортивной походкой обувь стройной полоской не только вошла в моду но и стала поистине культовой вещью в ссср что в ссср выпускали под названием волга 10 в 1975 году в ссср появилась первая автоматическая стиральная машина волга 10 но массовой автоматической стиральной машиной стала не она авиатка автомат производившаяся по лицензии фирмы мерлани ныне индезид с 1981 года для чего был предназначен этот инструмент советской эпохи это щипцы для разламывания больших кусков сахарной головы на мелкие кусочки пригодные для индивидуального потребления или помещения в сахарницу советском союзе такие щипчики использовали и выпускали вплоть до начала 60-х годов так как в ходу был твердый кусковой сахар рафинад быстро растворимый сахар появился только в 70-е годы как назывался советский спорткар созданный на базе запорожца советская спортивная купе на базе агрегатов за с 965 запорожец собиравшаяся малой серии в 1963 1969 годах с использованием производственных мощностей московского завода автомобильных кузовов получила название спорт 900 автомобили получили широкую известность им были посвящены многочисленные публикации в прессе что это за предмет с птичками советского периода одним из самых популярных советских хобби была филуминия коллекционирование спичечных этикеток в связи с этим особым шиком было приобрести сувенирный набор спичек выпускались самые разные с животными и растениями с космонавтами и спортсменами с городами посвященные различным событиям и так далее как называлась это советская головоломка а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео в 70-х годах наряду с шашками и шахматами в ссср была популярна карманная головоломка йога она представляла собой пластмассовую коробочку с полем в дырочку и набором фишек двух цветов к головоломке прилагалась инструкция с описанием сути игры для одного-двух человек игра в круглой коробочке стоила 1 рубль а в квадратный 1 рубль 60 копеек а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте что это за устройство в данном коротком ролике и для чего оно используется субтитры написано 1 рубль 1 рубль 1 рубль 1 рубль 1 рубль 2 рубль 2 рубль Субтитры создавал DimaTorzok Напишите в комментариях ваш вариант ответа Что это за устройство и для чего оно используется Надеемся, что вам понравилось Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok